Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор сайта Испавизор. Сейчас мы с вами свяжем фанговый образец. Образец требует внимания и сосредоточенности. Этот образец относится к сложным, потому что при его увязывании мы не можем воспользоваться нашими линейками-помощницами. Выдвигание игл производится руками. Выдвигаем иглы по раппорту. Раппорт у нас восемь игл. Три остаются в рабочем положении. Четвертая в переднем. Пятая работает, шестая в переднем. Пять игл в работе. Следующая игла в переднем рабочем положении. Игла в работе, в нерабочем. Вот таким вот образом две иголочки не работают. Между ними иглы работают, пять иглы работают. Просмотреть раппорт станет понятно, если нам плохо видно. Провязываем два ряда контрастной нитью. Такие рисунки нужно вязать контрастной пряжей. Если они будут вывязаны пряжей похожих тонов, либо пастельными какими-то тонами, они будут просто смазаны, не четкие и самого рисунка будет не видно. То есть вы зря потратите столько времени и сил. Два ряда. Эти иглы ставим в рабочем положении. Вокруг них иголочки выдвигаем вперед. Расходим, расходимся. Иглы будут на расхождение. Смотрим за язычками обязательно. Принимать банковые рисунки. Ну, как, впрочем, любые рисунки. Очень сложно. Два. Расходимся дальше. Как только мы дошли до того, что у меня остаются две иголочки, а между ними третья. То есть вот дошли до того, что сходить нам дальше некуда. Остановились и выдвигаем среднюю иголочку нашего рисунка в переднее нерабочее положение. Вот такая вот получается тут на вид каши. Но на самом деле все очень хорошо. И два ряда. Следите за иголками. Как вариант, чтобы не путаться иглы и рапорта по восемь игл, вы можете отметить на машинке мелом, пластырем, в конце концов лаком для ногти и чем угодно. То есть помечаем наш рапорт восемь игл, вы тогда уже не запутаетесь. Вам будет легче ориентироваться в этом вот многообразии. Оставляем среднюю иглу. Вокруг нее иглы убираем в рабочее положение. Игла в середине остается. Крайние иголочки убираем. Теперь и эту иглу убираем, вокруг нее ставим в работу. И он так витиевато рассказывает, для того чтобы было понятнее, чего я от вас хочу. Проверяем все язычки в два ряда. Опять ставим среднюю работу. И возвращаем те иглы, которые у нас стояли до этого. То есть вокруг нее иголочки дают работу через две иглы. На вид кажется сложно. На самом деле, как только вы провяжете этот рапорт пару раз, вам все станет очень ясно и понятно. То есть вопросы такие вещи не вызывают как правило. Раз, два. Провязав пару раз этот рапорт, вы поймете, что он простой. Среднюю иголочку убираем. Она пока больше не нужна. И идем на сужение. Я вот сейчас провязываю, я в рапорт даже не смотрю. Я провязала два варианта два раза. И мне этого хватило для того, чтобы запомнить последовательность выдвигания иглов. Это все запоминается очень быстро и очень просто. Потому что рисунки на самом деле простые. Два ряда. На сужение дальше идем. Самое сложное это ориентироваться в многообразии. Где рапорт кончается, где начинается следующий ряда. Для этого делается отметочка и вопросы решаются сами собой. Вот эти вот два ряда, которые я сейчас провязываю, это то, с чего мы с вами начинали. Мы начинали вот с этих двух рядов. И на расхождение дальше идем. То есть рисунок на самом деле очень простой. Это кружки. Нарисованы круги, кружочки. И вы их вывязываете. Если вам понравилось, вы можете посмотреть и другие узоры. Просто нажмите на нужную картинку. А также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И нажмите кнопочку «Нравится». Поделитесь с друзьями. До новых рук. До новых встреч! Подпишесь на! Постаю на нескольку. Подпишитесь, вечерcje на ткнем. А ты наверно как готовится, она должна быть сильнее. Продолжение следует...